Так, ну, мы с вами решили, что мы с вами поговорим про тему ум, да? Любимое многими тело. Где я, где ум, где тело, и почему я прячусь за умом? Многие из вас уже, наверное, кто-то ощутил себя, кто-то осознал себя. Ощущение себя и осознание себя – это, ребят, две… Это разные вещи. То есть осознание себя, кто я есть, оно, его, наверное, проще достичь, его, наверное, проще понять. Когда у тебя складывается логическая цепочка, и после определенного момента у тебя выстреливает, кто я. Но следующий этап – это когда твой мир переворачивается, и у тебя уже есть ощущение себя, ощущение себя, кто я есть, всей этой пустоты, всего того, что по большому счету не существует. То есть мы с вами говорили, что каждый раз, когда вы идете вглубь себя, вы все больше и больше проваливаетесь в то, чего не существует. Вы все больше проваливаетесь в то, что все вот это вот иллюзия. Но иллюзия не которая поддается разуму, уму. Ум и разум – это тоже немножечко разные вещи. Это не про то, что мы можем философски с вами проговорить, да, а для чего это, а что это, а как это, а зачем это все нужно. Это именно то состояние тебя, когда у тебя есть ощущение того, что ты делаешь, либо что ты не делаешь. Ощущение твоих действий через физическое тело. Когда у тебя не возникает вопросов, когда у тебя не возникает сомнений, когда у тебя не возникает ничего, связанное с тем, что «А правильно ли я это делаю?» А для чего я это делаю? А какие могут быть последствия? Ты это не прогоняешь через ум, ты идешь дальше через чувствование пустоты. Потому как будешь ты что-то делать, либо не будешь что-то делать, пространство, оно будет существовать в осознании. И когда ты это начинаешь чувствовать из тела, то состояние ума, оно тебе кажется уже… Неуместным, узким. Ты в нем начинаешь задыхаться. Потому как что бы тебе ни сказали через ум, чтобы интерпретировать через ум, это все банально. У тебя не остается моментов, которых ты не знаешь. А находиться в том состоянии, где ты это знаешь, и это знаешь, и снова это знаешь, тебе становится неактуально, скучно простым языком. И чтобы не доводить себя до скуки самого себя, чтобы не выйти из этого тела. Ты уходишь от ума, ты уходишь от любых действий, любых ощущений, любых восприятий ума. И когда ты уходишь от восприятия ума, ты начинаешь жить жизнь через ощущение себя, через чувствование. И только тогда ты начинаешь пользоваться своим физическим телом. И только тогда ты осознаешь, что твое физическое тело – это только то пространство, что есть твое. Это только то пространство, которое ты можешь, говоря простым языком, как-то контролировать, регулировать, хоть как-то управлять. Все остальное пространство – это и есть тотальное ты, тотальный ты, которые уже нет смысла как-то корректировать, потому что это уже существует прямо сейчас. И сейчас, и сейчас, и что бы ты ни делал, эта корректировка, она никуда не уйдет. Она всегда останется позади. И чтобы тебя не откинуло назад, ты начинаешь жить либо через чувствование своего физического тела, либо уходишь из этого физического тела на определенном этапе. И те состояния, про которые мы с вами говорили, что вечность, да, есть ли вечность? Есть ли вечность в этом физическом теле? И в физическом теле вечность тоже есть. Если ты понимаешь и ощущаешь, что тебе в этом состоянии, что тебе в этой потоковой жизни достаточно комфортно. Но как только ты подключаешь свой ум, ты идешь через интерпретацию своего ума. И тогда ты опускаешься туда, где можно все рассказать, показать и пощупать через то, что не существует, через придуманное. Что такое ум? Это всегда придуманное. Это не через ощущения, это не через чувствование. Это всегда через социальные мерки. Те, которые ввели, чтобы управлять вами, чтобы корректировать вас, чтобы вам показывать, что вы любите. Не чтобы вы чувствовали, что вы любите, а именно чтобы вам показали, а что вы любите. Хотите вы этого или нет. И не чувствуя свое физическое тело, думая через голову, вы возвращаетесь, вы возвращаетесь всегда в какие-то проблемы, в болезни, в постоянные вопросы, в те вопросы, которых не существует. И когда вы возвращаетесь в те вопросы, которых не существует, то вас тогда тоже не существует. Вы становитесь, вы от себя уходите, и вы становитесь всегда какой-либо куклой, той куклой, которой будут управлять, но только не вы. Хотя вы всегда будете понимать, что я достиг вот этих ощущений, то есть вам будут как бы как впрыскивать, как вкидывать те какие-то крупинки, чтобы вы себя понимали, чтобы вы себя чувствовали, как будто я есть здесь то, что я есть, вне зависимости от ощущения пустоты. Потому как мы, когда мы начинаем чувствовать ощущение пустоты, то все остальное перестает существовать. Кому это надо? Если столько было сил вложено в то окружение, в то, что вас окружает, и потом это все убрать, то не каждый на это будет готов. И когда мы подключаем ум, если у нас есть какие-то, смотрите, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то сомнения, какие-то цели, которых вы должны достичь по каким-то причинам, это всегда тот крючок, который держит вас в этой плотности не через физическое тело. А если этот крючок держит вас не через физическое тело, то ваше физическое тело будет всегда болеть и страдать. А если вы идете через ощущение себя, через физическое тело, то тогда вам уже не нужно будет, тогда вам уже не нужны будут вопросы, которые у вас возникают, и они возникать со временем не будут, потому что вы будете чувствовать то, что есть сейчас с вами. А когда вы чувствуете то, что есть сейчас с вами, то вам не нужно будет подтверждения извне. То есть наш ум – это тот, тот, наверное, сборщик самого себя, пока вы не начали чувствовать и ощущать, кто я. Не осознавать. Многие же говорят, да, нужно через осознание. Да, на определенном этапе нужно обязательно идти через осознание. Но когда ты идешь через осознание, следующий этап – это через чувствование. Потому что осознание – это всегда связано с умом, с интерпретацией того, что с тобой есть. А когда ты идешь уже через чувствование, то тебе уже тогда не нужно сопоставлять какие-либо вещи, какие-либо вопросы, какие-либо ответы. Ты уже знаешь все, что есть сейчас с тобой. Потому что нет прошлого, потому что не существует еще будущего. Какие вопросы у тебя могут возникнуть, если ты идешь через чувствование? Через чувствование нет вопросов. Через ум всегда есть вопросы. Если у вас еще остаются вопросы, «А как мне сделать это? А что мне? Куда мне пойти? А как мне разобраться с своими родственниками, со своими любимыми? Как мне быть с теми, либо с теми?» То вы собираетесь, то вам нужно понимать, что вы собираетесь не через себя. Потому что если вы начинаете собираться через самого себя, то как вас может интересовать что-либо, кроме самого себя? Кто может существовать еще рядом с вами? Каждый другой, любой другой – это всегда отражение. Но не то отражение, когда мы говорим, что «Ой, вот этот вот, например, сделал вот так-то, потому что это мое отражение. Сейчас я подумаю, что я сделал не так, что он мне ответил вот так». Это не про это. Когда вы подходите к зеркалу и смотрите на себя, и, например, у вас, не знаю, там, прическа, как-нибудь, как-нибудь нужно поправить прическу. Вы же начинаете поправлять ее не в зеркале. Вы начинаете ее поправлять через ощущение себя, у себя. И когда кто-либо вам что-то говорит, а вы это одеяло перетягиваете, «Он мне сказал так, потому что я так сделал», это первый этап осознания себя. Но в дальнейшем ты понимаешь, что не он так сделал. Он может сделать хоть что. А ты почему ему не позволяешь сделать так по отношению к тебе? Что в тебе такого? Откуда у тебя взялась важность, что он сделал это так, потому что ты такой? Почему ты не позволяешь любому другому просто жить так, как он живет? Ты не расширяешь границы своего мира. Ты их сузил до самого себя. И говоришь, что он так делает, потому что я вот такой. А почему он не может так делать? Потому что пространство единое. Почему он не может соприкасаться своим миром с тобой кто-то другой в общем пространстве? Вот когда ты расширяешься до такого, то тогда тебя уже не может ничего цеплять. цеплять то, что делает любой другой. Ребят, если есть вопросы, Саша, твои вопросы я все посмотрела. Я потом на них отвечу. Если есть вопросы про ум, про тело, задавайте, если что-то непонятно. Потому что это у нас не канал, это чат, и все могут спрашивать. Тишина. Мы с вами, ребят, здесь много таких будем тем раскрывать. И, наверное, большинство тем будут на каком-то этапе даже непонятны. Но если вы будете пересматривать или переслушивать эфиры, то вы каждый раз будете для себя вытаскивать из себя новое сознание. И как бы это банально не было, даже после эфиров вы уже никогда не будете прежними. Тишина. Ребят, ну что, мы тогда с вами... В 20-х числах, 20-го, 21-го, вот так вот. еще проведем какой-нибудь эфир. А если вы напишите, что вам интересно, то обязательно об этом поговорим. Если напишите, то... Ребят, будем... Знаете, какой эфир проведем с вами? Инструкция к жизни. Я не знаю, на каком канале, но обязательно проведем, потому что это... Она не такая... Будет... Не с такими вензелями, как это. Но у вас уже там будет много осознаний, почему у вас есть в жизни... В жизни то, что у вас сейчас есть. Откуда это взялось? Я прямо ее себе записала, тоже сегодня сидела, думала, когда смотрела на людей. О, норм, тема. Да, Андрей. И мы с вами ее разберем, чтобы у вас было понимание, чтобы вы себя могли прям ковырять, ковырять, ковырять самостоятельно. У кого нет возможности приехать на живые встречи, у кого нет возможности там на марафоны, на ретриты, чтобы вы могли это делать самостоятельно, без меня. Ну, с моими эфирами. Ну что, ребятки, всех обняла тогда. Всем огромное спасибо, что были со мной. Эфир, да, я сохраню. Сейчас он загрузится, я скину его. Он будет в открытом доступе. Всех обняла. Всем огромное-огромное спасибо. И надолго с вами не прощаемся.